Всем привет дорогие друзья, с вами снова Одессант, мы продолжаем играть в Ведьмака, Дикая Охота и сейчас мы будем бежать туда куда нам нужно забрать награду у Нильфгардцев. Офигеть, первый раз такое слово проговариваю, но все же ребята, опа, а я только сейчас заметил, смотрите, смотрите что у нас тут, голова Грифош, видите, висит у нас тут, слева от конячки. Так, ну, раз нам ее не нужно забирать, нести с собой, значит мы просто побежим. У нас есть уровень второй умения персонажа, да, да, ребята, я только сейчас заметил, что у нас еще одно умение есть. Увеличивать урон от мощных, так, мне посоветовал мой подписчик изучить знак хрени, которая, короче, как она называется сейчас, увеличить радио знака, ага, нет. Вражескую броню нет, увеличить длительность числа зря нет, нет, цель не приближает, короче, пока я что-то тут не вижу, да. Ну, хрень, которая влияет на разум, да, и с помощью которой можно, опа, арбалет наносит на 25 больше урона. Вот это было бы круто, мне так кажется. А вот это что? Ага, это мутаген с грифона, да. И поэтому, если тут зеленое, значит будет какой-то бонус. Если вот тут зеленое, и мы изучим зеленой вот этой хрени, значит у нас тут будет какой-то бонус, уже не 50 здоровый плюс будет, а плюс 100. Это нам объяснялось в предыдущих сериях, да, что, мол, вы можете там суммировать вот эти мутагены и очки умения, и вам, пум, будет хреначиться какой-то бонус. Мутация, кажется, известный Архимеда, нет, ребят, я честное слово пока что не знаю, ну прям, пока что не знаю, при наведении, парировании, ведьмакадреналина, честно. Давайте, наверное, знаете что, изучим вот это. Арбалет на, арбалеты наносят на 25 больше урона. Ага, а я не могу вот это изучить. Ага, вот, сейчас. Ага, вот. Ну, 25 урона нормально. Если хреначили, допустим, по 100, то будем хреначить по 125. Нормально, если по 200, то по 250, тоже. Нормально, ребята, мне кажется, нормально. Так, смотрим. Что это такое, вашу мать? Жить-то... Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я... не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Я убил Грифона. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытком. Спасибо, добрый дядюшка. Время на решение. Ага. Диалоги ограничены по времени настройки. Некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока время не истекло. Взять деньги. Конечно же, берем. Хрена ли. Мы убили Грифона. Дайте нам вознаграждение. Почему мы должны тебе оставлять еще деньги какие-то? Так, ладно. Валим отсюда, ребята. Кроны. Задание выполнено. Мы выполнили, ребята. Ух ты. Так, сейчас. Давайте подойдем к этому знаку. Где? Вот. К этому знаку. И куда нам нужно, мне интересно. Куда нам нужно? Ага, вот нам сюда нужно. Зачем мы будем столько бежать, если мы можем с другого конца света, нафиг ты пехнуться на другой конец света. И не бегать. Еще туда-сюда. Но около минут так 3-4 мы бы туда 100% бежали. Там 500 метров нам показывалось. Но может не 3-4, но 2 минуты мы сэкономили. А сейчас нам сюда. То есть было 500 чем-то метров, осталось 30. Поэтому срезали мы нормально. Енифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Значит, пора собираться. Я думаю, что лучше идти. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт. Давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Ох, бабуля, лучше не пей. Что случилось со щитом? Сняла. Пьяные девушки. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут темирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так, может, правду люди говорят? Что ты шлюха, Нильфгардская. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Грен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. Ух, ты татуированный какой-то мужичок. Вы видели? Прямо. Прямо. With this face. Ух ты, у тебя в поповине засохнулась. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Ух ты, нихрена себе, бабушка. Какая-то... Оставь. О, говорили, давайте лучше не вмешиваться. Сейчас мы назовнем кулачки. Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Ну. Что вам император обещал выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. Ух, ну. Сами захотели. Давайте, ребята. Давайте, вступаем в бой. Они уже не отступят. Ну так не отступят, значит не отступят. Сейчас им жопа всем. Сейчас им нафиг всем жопа. Главное, наносить урон огнем, охрана ищит. Так. Сейчас. Сейчас, ладно. Да. Как-то простенько, но все же. Очень мало места. То есть я долго ничего не видел, что там происходит. Он нихрено себе. Рэмбо нафиг какой-то прям. Ничего. Все кончилось. Оставь меня. Не подходи. Вот ты дура тупая, а. Мы тут всяких... Сыликсоту у него блоги. Уходите. И не возвращайтесь. Вы издеваетесь? Мы вам в жопы спасли из этих разбойников нафиг. Ну вот, и все невмешательство. А вы уходите, уходите. Мы не хотим вас взвидеть. Ну так оставили бы мы тебя. То та бы девуля, той бы бабуля, весь фейс бы расхреначила, и помощи бы мы вашей, точнее вы бы нашей не дождались. Не мы это начали. Но, видно, какие-то вы неблагодарные паскуды. Опа. Это случайно не она? Них... Них... Сплошные отговорки. Я... Йеннифер. Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Да, вообще там нету крови. Чистенькая одежда, только что стиральной машины. Я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нелевгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Куда такая спешка? Почему везиме? Давайте сначала куда такая спешка. Последние шесть месяцев я провел в Седле, я не видел тебя два года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгирвар Эмрейс. Эмгирбранфрейм. Выдев на фиг такие имена тут? Белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Эмбриндемгинбриндь. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Выйти за него замуж? Я согласен. Число тех, от которых нельзя отказаться. Я не отказалась. Хотя могла бы. Интересно, что он... Ну, послушаем, что он скажет. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Меттины, Эбинга и Гимеры, суверенно Заира и Виковара наверняка... Имена, конечно, прям мозг взрывается. А Нильфгавира, более богов. Офигеть, короче. Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Нет, мы расстаемся с нашим другом. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Не переживай, у нас конь нормальный. Быстрее, чем Формула-1. Сказала, хочет вернуться туда как можно быстрее, а еле... Ну ладно, давайте пойдем. Ну давайте, на расслабончик и идем туда-сюда. Если только что сказала, спросила. Конь быстрый? Вообще-то, нам же все пофиг. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был не замечен. А вот ты угадала даже. Только сначала. А потом... Опять сон. Или это уже не сон? Ребят, я не в курсе. Ни хрена себе у вас лошади быстрые, быстрые, нафиг. Прям, я не знаю, какой-то космический шаттл. С маркой Бугати, наверное, обогнали с такой скоростью. И все, мы только вдвоем остались. Да, мы вдвоем остались. То есть, Геральт и Йеннифер. Кто это вообще был? Это сон? Нет. Вряд ли это сон. Я не представляю, кто это, честно, ребята. Может, в предыдущих частях Ведьмака это объяснялось. Но я, если честно, ребята, не в курсе. Так. Интересно, с кем мы сейчас будем встречаться день спустя. Ух ты, прям популярный мачо. Прям чики все возле тебя. Чувак сидит в каком-то тазике, его три девка моют. Сам, что ли, рук не имеет. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важна не слишком длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Кого? Куда? Он сам не знает, кто. Стул. Ты что, нас стричь будешь? Кладвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что не так с моей бородой? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно, если в ней завелись... Ах ты паскуда, ща я тебе твой язычочек-то отрублю за такое, да? Неважно, делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Ух, ребята, мы прям к стилисту пришли. Ща нам тут макияж, педикюр, маникюр наделают. Надо также ответить на несколько вопросов. И будет уже не Геральт, а будет Геральт. Не знаю, подходящий или сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Риви. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Судьба командующего обороны некоего Ариана? А кто это вообще? Хрен его знает. Ну, допустим. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Охренево знает, ребята. Честное слово, я не в курсе. Это, наверное, рассказывалось в предыдущих частях. И... Я не знаю, честно. Я вырвался оттуда вместе с Верноном Роше. Командиром Синих Полосок и... Убийцы Нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Мне нужно было спасти Трис. Ну, Трис, я знаю, кто это. Насколько сил не мило сего, заточили Трис Миригольд. Вы должны знать, что этот человек мне близок. А я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу Детонсервиль на куски. Шала сбежала? Смотрела, это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из гулеты, запиши. Лето из гулеты, прям какой-то никнейм. Этот союз уже расторгнут. Этот союз расторгнут навсегда. Я убил Лето в Локмуине. До нас доходили такие слухи. Вот и хорошо. Ты избавил наших агентов от работы. Грязный и трудный. Это, кажется, все. Еще подпись подкородающая, что ты говорил правду. Бороды, да? Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь. И еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Какой-то шопинг нафиг, да? Мощай, Геральт. Педикюры, маникюры. И удачные аудиенции. Моют нас, бреют. Бреют. Ух, какой костюмчик, это нам? Что-то у меня скорее такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае, я предложил бы вашей милости сюртук, фрак, или возможно смокинг. Сейчас же, внимание, вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, 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 а где моя одежда? Черный, черный. И черный. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Так там, она одинаковая, что и первая, что и вторая, что и третья. Ребята, какую бы выбрать, как думаете? Ах, хрен его знает. Давайте вот этот. Да. Может, для вашей милости это новость? Но повязанная на бедрах полотенце не является одеждой, подходящей для аудиенции. Прошу вашу милость одежду. Ну ладно, давайте оденемся, если бы я знал как, но, наверное, да, вот так. Ух ты, ребята, мы прям красавчики. Чёрный к лицу, ваше милости. Ваша милость, вы довольны костюмом? Да, очень. Я был бы доволен стёганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Спасибо и на этом. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Кланяться я умею. Я не вижу. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Вот ты наглая рожа. Так, прошу прощения, у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарём поклониться, но не императору Нильгарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснётся груди. Пусть ваша милость повторит. Охренеть, нам ещё и выбор. Вот это вроде второе. Что ж, движением не достаёт плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Охренеть, нафиг. К императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, ваша милость в настроении шутить. Моёсь император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Ну, давайте ещё с ним поговорим, и, наверное, ребята, на этом уже мы будем заканчивать. Потому что вот конец серии, тут охренеть сколько разговоров, нафиг. Ну, так уж и быть. Император. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Лучше, наверное, нужно было не кланяться. Ну, да ладно. Проявим немного. И вежливости, да. Могу это вызвало меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Церива вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Дикая охота, это, наверное, вот те чурки были, которые в лесу на нас напали, и которые с помощью Йеннифер, мы... Еле убежали от них. Почему я? Сколько людей в твоём войске? Двадцать тысяч тридцать. Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе её искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты всё равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берёшь за заказ. Значительно больше. Ну, раз ты нам предлагаешь денюжки, то... Не нужны сведения, я делаю это Цири. Не нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти её будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерри. Проводи его к чародейке. Ладно, ребята. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в... Давайте сначала сохранимся. Ага, невозможно. Ага, вот, уже возможно, да? Нахренеть. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Всем здесь за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал и вступать в нашу банду крутых перцев. Всё, что вам нужно, это просто на меня подписаться и вы автоматически станете членом нашей банды. И я этому буду очень рад. Каждому новому... Члену. Буду рад каждому новому члену. Вот я как сказану что-то. Ну да ладно, ребята. Ещё раз скажу. Ставьте лайки. Оставьте свои комментарии. Не стесняемся комментировать. Я люблю, когда много комментариев. Я читаю каждый ваш комментарий. И также стараюсь ответить на каждый ещё раз в комментарии. Ещё раз, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok